В микрорайоне Дашково-Песочни есть пруд серой шейки. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы покормить уток и голубей и посмотреть на красивый вид. Оно и понятно. Ухоженное место и много красивых птиц. Совсем недалеко от пруда серой шейки есть пруд безымянный. Здесь уже не встретишь так много любителей посмотреть на красивые виды. Да и утки с другими птицами почти не прилетают сюда. По словам местных жителей, причину этого можно понять, если взглянуть на цвет воды. Они говорят, что пруд не чистили уже несколько лет. Людей такая ситуация не устраивает. Во-первых, здесь сюда все скидывают и колеса, и весь этот мусор. Раньше, до этого, давно-давно, в 90-е годы, пруд этот был хороший. Здесь даже вот дома стояли, пока вот это все не построили. Здесь ходили, полоскали люди, которые жили. Дети даже здесь купались. А потом все вот так зарос, и все, никто внимания не обращает. Утки, конечно, прилетают, но питаются они вот этой грязью. Я здесь живу, наверное, лет 12, уже 13. Как бы, да. Такой грязный был. Но сейчас вода вообще цветом. Хотя бы раньше вода была. Раньше рыбу даже ловили здесь. Сейчас вода цвета грязной лужи. На пруду лавенши утки плавали, и там кто-то нагрязил, и потом они улетели на чистый пруд. Проблема не только в том, как пруд выглядит, но и как он пахнет. По словам местных жителей, ежедневно он благоухает. Однако аромат этот не из приятных. К тому же, рядом с водоемом находятся несколько жилых домов и школа. Если в разгар дня неприятного запаха нет, то по утрам и вечерам ходить здесь просто невозможно. Что и говорить о приятных прогулках под сенью ветвей и романтических свиданий. Один только вид местной воды способен отпугнуть. Но несмотря на все это, люди все равно гуляют здесь. Местные жители тянутся к прекрасной природе и хотят, чтобы она соответствовала их ожиданиям. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.